Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иисус сказал, «Счастливы те, кто омывает свои одежды». В чем вы омываете свои одежды? Тайди? Оксиклини? Он точно лучше? Бог говорит, что мы омываем свои одежды в крови агнца. Мы не можем сами стать чистыми. Мы идем к кресту и принимаем то, что Бог сделал для нас, чтобы иметь право на дерево жизни и входить через врата в город. Но кто-то останется снаружи. А в последнем стихе Иисус говорит, «Я послал моего ангела, чтобы дать для вас это свидетельство церквям». Иисус дал информацию, необходимую для того, чтобы мы процветали в это время. Мы сталкиваемся со скептицизмом. Говорим о возвращении Иисуса на землю, но некоторые люди насмехаются над ними. Уверен, что вы сталкивались с этим. Я сталкивался. Я был в богословских образовательных кругах, где насмехались над людьми, которые верили в то, что Иисус вернется на землю. Знаете, в этом нет ничего нового. А задержка прихода Иисуса — это не повод для нечестия. Во втором послании Петра, рыбак, которого Иисус взял, говорит, «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Одна из характеристик конца века — это рост числа людей, которые насмехаются над верующими в Бога. Наверное, это будет популярно, им будет сходить с рук, когда они открыто насмехаются над верующими. Пока что мы не видели такого, да? Я и сам устал от этого. Не так давно я решил, что буду смелее. Я вижу своих друзей на юго-восточной конференции. Если вы его последователи, то должны идти без стыда и сомнения. Я буду таким же смелым ради Иисуса, как и они на своих спортивных мероприятиях. Хорошо, поработаю над этим позже. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие «Где обетование пришествия Ему?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале, словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. Он говорит о потопе, но ранее он говорит, что все было создано водой и из воды. Библия — это ненаучная книга, и когда пытаешься сделать ее таковой, то возникают проблемы. Но меня всегда поражала истинописание, которое подтверждается наукой. Если исследовать основные геологические образования нашей планеты и их формы, то вам не обойтись без воды. Ледники, лед, таяние, движение. Вода — неотъемлемая часть. Я не могу не улыбнуться от того, что рыбак, которого взяли на северном берегу Галилейского моря в первом столетии, получил откровение о происхождении нашей планеты и говорит нам, что земля была создана из воды и водой. Бог каждый раз развивает потенциал вашей жизни. Посмотрите только на седьмой стих. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Одна из причин, почему этот разговор часто откладывают, кроется в том, что задержка делает людей скептиками. Обычно этот скептицизм связан с желанием жить нечестиво, словно это дает вам право грешить. Я хотел бы предложить следующий взгляд. Я придерживаюсь мнения, что мы приближаемся к концу века и возвращению Господа. Не знаю, будет это через месяц, год или через три года, но я верю, что мы близки. Те библейские маркеры, которые мне известны, уже исполнились. Некоторые в современной истории. Я придерживаюсь мнения, и это не просто мнение, потому что за ним стоят исследования и размышления, что конец и возвращение Иисуса на Землю будут весьма скоро. Но предположим, что я ошибаюсь. Я рад, что вы промолчали на это. Предположим, что я ошибся, и ошибка на сто тысяч лет. Каждый, кто слышит это, знайте, это ваши последние дни. Я не пытаюсь вогнать вас в депрессию, но вы живете в периоде последних дней, который длится 75 лет. И я могу с уверенностью сказать, что вы находитесь в диапазоне последних дней. Для вас и для меня. Возможно, мы ошибаемся с большой картиной, но в этот промежуток времени вы предстанете перед Богом, чтобы дать отчет. Обратите внимание на совет Петра. Мы должны понимать, что будут насмешники. Я стремлюсь к награде. Если ты не хочешь, жаль, царь грядет, я увижу его. С этим идет нечто новое. И мне кажется, что мало кто понимает это. Во втором послании Петра, в этой же главе, он говорит, «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Мы ожидаем нового неба и новой земли. Вы знали о том, что в будущем снова будет процесс творения? Творческие идеи и силы Бога не истощились в первой главе бытия. Мы не простые существа. Библия говорит, что вы дух, у вас есть душа, и живете вы в теле. И когда ваше тело рождается, то начинается обратный отсчет. Это земная оболочка. У нее есть срок годности. Она временна. Ваше тело изнашивается, но дух ваш вечный. Он сотворен по образу Божьему. Если вы последователь Христа, то когда ваше тело перестанет работать, ваш дух отправляется к Господу. У вашего тела есть сенсорный аппарат. Вы можете слышать, видеть, ощущать прикосновение, вкус, запах. Это позволяет вам взаимодействовать с землей. Но Бог — дух. А Библия говорит, что поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Библия говорит, что как Божий народ, мы живем верой, а не видением. Это странное заявление. Ведь мы живем видением, живем своими чувствами. Но она говорит, что жизнь в вере, участие в Царстве Божьем, дает нам другой сенсорный аппарат. Мы учимся жить с верой, а не только своими чувствами. Когда ваше тело перестает работать, ваш дух отправляется к Господу. Мы говорили на прошлой неделе, что когда Иисус вернется на землю, то вернется с небесным войском. Все ангелы, вся та группа, которая частично явилась той ночью, когда Иисус родился, вернутся с ним. Но он также вернется со всеми умершими верующими. А живые, как говорит Писание, поднимутся на облака, чтобы встретиться с ним. И тогда каждый получит новую земную оболочку. Тело версии 2.0. И оно не будет изнашиваться. Оно не подлежит тлению. Больше никаких подтягиваний. Я это не придумываю. Посмотрите на послание к римлянам. Замечательное и новое тело специально для вас. Ю-ху! Больше никаких упражнений. Аллилуйя! Предлагаю посмотреть вам послание к римлянам, 8 главу, 20 стих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьей. Когда Иисус вернется, то произойдет преображение. Мы получим новое небо и новую землю. Мы думали, что когда умрем, то попадем на небеса, где идет вечное церковное служение. Один проповедник за другим. И жертвы, множество жертв. И мы говорим, я готов отправиться туда, но мне и здесь хорошо. Но это совсем не то, что говорит Библия. Наступит момент, когда Иисус будет царствовать на земле. Ваша вечность не будет где-то там. Она здесь. Будет серьезный ремонт. Как того места, где мы живем, так и наших взаимодействий с ним. Будут новые правила. Но это захватывающе. Когда вы делаете вклад, берете задания, проходите развитие, чтобы служить Господу, своей семье, почитать своих детей, или делаете еще что-то, Бог дает вам умножение. За все, что мы делаем, есть своя награда. Большая или малая. Мы поступаем правильно. Не только для того, чтобы делать добро. Это лучшая жизнь. Лучшая инвестиция наших сил и нашего времени. Хочу сделать паузу, чтобы поблагодарить вас. Спасибо за то, что смотрите нас и посещаете служение. Многие годы я служу в церкви в Мёрфисборо, но я осознаю, что сейчас Бог дал нам возможность проповедовать Иисуса этому поколению по всему миру. Я благодарен вам за вашу поддержку. Мы запланировали особое мероприятие для вас. Оно пройдет 29 апреля. Я приглашаю вас в нашу церковь в Мёрфисборо на собрание в 10.30 утра. После собрания нас ждет совместный обед. Зайдите на наш сайт и зарегистрируйтесь на нем, для того, чтобы мы могли заранее ожидать вас. Мы ждем встречи с вами. Мы хотим лишь познакомиться и помолиться вместе с вами. Поэтому увидимся в воскресенье. Слово Бога дарит вам надежду и смелость в сложные времена. Мы хотим помочь вам жить смело, отправив вам серию из четырех посланий пастора Аллана на CD-дисках «Что дальше?». В качестве бонуса мы включим книгу «Жатва прямо перед нами» Дерека Принца, захватывающая эссе о работе Духа Святого в последнее время. Вы можете помочь нам достигать большего количества людей Евангелием Христа, своей финансовой поддержкой и получить набор дисков и книгу в качестве знака нашей благодарности. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на сайт. Вы узнаете, как жить без страха в это время хаоса. Мы живем в мире, где все меняется так быстро, как никогда ранее. На этой неделе представили новый айфон. Прошло всего 10 лет с момента появления первого айфона. И за 10 лет смартфоны кардинально изменили наше общение друг с другом. В это трудно поверить. Теперь мы доступны круглые сутки, где бы мы ни были. Если нет, мы паникуем. Батарея садится. Мне нужно зарядиться. У кого-то есть зарядка? Мне нужна розетка. Помогите. У нас появились портативные зарядки, дополнительные аккумуляторы, чтобы, не дай бог, мы не потеряли связь. Ведь тогда нам придется говорить напрямую, а это непросто. Не так давно мы общались с помощью тех старых штук в наших домах, которые по проводам были связаны с другими домами. Мы крутили черные круги. У кого из вас сейчас дома нет проводного телефона? А у кого есть? Это неплохо, конечно. Просто много перемен. Консерваторы. И вы тоже. И это не конец. Между тем, где мы сейчас и куда мы идем, нас ждет много перемен. Вам нужно знать, что сказал Бог, иначе вы будете потеряны в переменчивых временах. Вы не будете знать, за что же вам цепляться, а что отпустить, что нужно взять, о чем можно договариваться, а о чем нет. Евангелие от Матфея и Луки, 24 и 21 глава. Это параллельные места. Одинаковые события, описываемые двумя авторами Евангелий. Мы видим Иисуса, которому ученики задали два вопроса. «Когда будет разрушен Иерусалимский храм, и каковы признаки твоего возвращения?» Они думали, что это синонимичное понятие. Иисус ответил на оба вопроса. Римляне уничтожили храм в 70-м году где-то через 40 лет, плюс-минус год-другой, после смерти Иисуса. Но слова Иисуса остались в сердцах верующих Иерусалима, и когда римляне начали осаду, они бежали, как им говорил Иисус. Он сказал, «Когда увидите это, бегите в горы». История показывает нам, что верующие Иерусалима, евреи, бежали из города. Столько человек бежало, что до сих пор это событие остается камнем преткновения для евреев. Они считают, что верующие в Иисуса бросили. Но Иисус говорил им о том, что будет. Он дал им план, чтобы выжиться. В этом же месте Он говорит нам, что будет перед Его возвращением на землю. Я процитировал вам часть Писания, но вместо того, чтобы читать его целиком, я дам вам ключевые пункты. И когда я буду читать их, я хочу, чтобы вы задумались. Число этих событий возрастает или уменьшается? Вы как считаете? Четвертый стих говорит, что мы должны быть внимательны, чтобы нас не обманули. Быть обманутым — это считать истиной то, что на самом деле истиной не является. Представьте себе мир, в котором люди заставляют вас верить в лжи. Такого мы еще не видели, да? Шестой стих говорит о войнах и военных слухах. Седьмой — о конфликтах национальных, межнациональных, этнических. Девятый говорит о росте гонений из-за веры в Иисуса. Это христианство — самая большая религия в мире. Но по статистике это также самая гонимая религия в мире. Сегодня есть места, где на христиан охотятся как на животных. Не из-за того, что они ярые евангелисты или несут радикальные политические убеждения, на них охотятся просто потому, что они идентифицируют себя с христианской верой. И почти никто не говорит об этом. Десятый стих говорит об отступничестве. Это когда люди, принявшие веру, отворачиваются от нее. Будет больше предательства, чем лжепророков. Будет рост беззакония. А результатом этого станет уменьшение любви. На греческом для обозначения любви используются разные слова. У нас есть лишь любовь. «Ты любишь свою собаку, рыбу, жену». Мне это всегда казалось странным. А на греческом есть разные слова. Я читал о племени, которые живут в Арктике, и у них есть 11 слов для обозначения снега. Он так важен для них, что им нужно передавать определенные нюансы о нем. У нас в Теннесси есть лишь одно слово, касающееся снега. И оно обозначает, что пора закрывать школы и запасать хлебом и молоком свои дома. На греческом есть множество слов, обозначающих любовь. «Эрос» — от него происходит слово «эротика». Это телесная любовь. «Филео» — братская любовь. Здесь стоит слово «агапа» — это «божественная любовь». И когда говорится, что из-за беззакония любовь охладеет, то имеется в виду народ Божий, который замкнется на себе из-за роста беззаконий. В 13 стихе говорится, что некоторые останутся верны до конца и спасутся. Евангелие будет проповедано по всему миру. Сегодня мы можем передавать послания по всему миру. Раньше никто не мог даже представить такого. Минуту назад мы шутили по поводу смартфонов. Но подумайте о том, как мы можем общаться сегодня. Всего 10 лет назад никто не мог представить подобного. Мало кто тогда использовал приложения, а сейчас мы не можем жить без них. Мир меняется, и мы получаем новые возможности. Далее говорится, что настанет конец. Всему этому придет конец. Нашему миру дан обратный отчет. Вот почему зло активируется. Оно понимает, что его конец близок. Оно понимает, что его ждет суд. Поэтому оно проявляется активнее, чтобы уменьшить влияние Царства Божьего. Оно ненавидит его, бунтует против него. А мы с вами должны принять решение, с кем мы будем. С целями Божьими или с теми, кто против них. Других вариантов нет. Этот мировой порядок скоро закончится. Но есть и хорошая новость. Бог дает нам поддержку. Во времена быстрых и серьезных перемен помощь очень важна. Я могу оказать ее в микрокосмосе. Мы часто ездим в Израиль. Впервые я побывал там в детстве и часто ездил туда. Мне повезло учиться там и жить некоторое время. И когда группа собирается поехать туда, мы говорим, вот что вам нужно знать. И в первую очередь люди говорят мне, я боюсь. Я хотел бы поехать, но боюсь. А я отвечаю, не нужно. Это не страшно. Там безопасно. Но вот я слышал, я знаю, что ты слышал. Но я бывал там десятки раз. Все хорошо. Вы чувствуете себя по-другому, когда с вами тот, кто уже бывал там. Люди боятся и говорят, я не поеду. Бог дает нам помощь. Если вы посмотрите на Евангелие от Иоанна 14 главу, то Иисус говорит Своим ученикам, что Он уходит. И для них будет лучше, если Он все-таки уйдет. Если вы живете лишь на основании своих телесных чувств, то упустите ту помощь, которую дал Бог. Он говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Это не значит, что ваши чувства плохие, просто они неполноценные, а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Это же глава. Сие сказал я вам, находясь с вами. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец Своим и Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Он обращается к своим лучшим друзьям. Когда Он говорит «да не смущается сердце ваше и да не устрашается», что мы знаем наверняка? «Они смущены, встревожены и они боятся». Это не слабость и не заблуждение. Вы не уверены, когда сталкиваетесь с серьезными переменами, но мы видим обетование, что можем житься в мире и не бояться. Почему? Потому что мы такие хорошие, такие смелые, такие богатые и подготовились лучше своих соседей? Нет. Потому что у нас есть помощник, если мы прислушаемся, конечно. Я заметил кое-что. Мы не умеем слушаться. У кого из вас дети слушаются с первого раза? Наверное, не у кого, да? Поменяете? Вам подсунули брак. Я говорил об Израиле. Во время наших поездок туда мы посещаем Мертвое море. Это самое низкое место на Земле, которое находится в нижней части рифтовой долины. Это соленое море. В нем 40% солей и минералов. Это значит, что в Мертвом море нельзя утонуть. Вы можете читать газету «Лежа в Мертвом море» и не замочить ее. Если вы не умеете плавать, то в Мертвом море вы будете плавать, как олимпиец. Но из-за всех этих минералов есть две вещи, которые не стоит делать. Во-первых, пробовать воду на вкус. Она ужасна. И избегайте попадания воды в глаза, потому что будет сжечь. И не так, как от обычной морской воды. Это будет больно. И когда мы собираемся, чтобы спланировать поездку в Израиль, то говорим «Не ныряйте в Мертвое море, не делайте этого». Мы говорим об этом на каждой встрече с теми, кто планирует поехать. Когда мы приезжаем в Израиль, то говорим «Когда будем на Мертвом море, не ныряйте». Когда едем на автобусе по дороге к Мертвому морю, то говорим «Когда приедем туда, не ныряйте». Прежде чем подойти к воде, не ныряйте. Мы выходим на берег, и я говорю, «Делайте так!» Но всегда найдется кто-то, кто разбежится и нырнет щучкой. И я кричу, «Нет! Увидимся!» Через минуту. И тут он выходит с криком, «Помогите!» «Нет! Подождите!» «Тебе дать пресные водички?» А он кричит. Да, я знаю, что ты говорил. Я слышал. Но, тем не менее, мы не слушаем. Бог дал нам помощь. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе, «Не оставлю вас сиротами». Друзья, Дух Святой — наш помощник. Он не захватчик. Он не заставляет вас делать что-то. Люди говорят мне, боюсь, что он... Нет. Я расскажу вам, как следовать за Господом, служить Господу, принимать Духа Святого. Он никогда не заставит вас делать то, что вы не хотите. Он не заставит вас каяться, лаять как собака, кататься по полу или висеть на канате. Он не заставит вас отдать все деньги или вести себя странно. Я знал человека, который вел себя странно. А я отвечаю, а я знал человека, у которого была кухня, и который называл себя поваром, но не был таковым. Люди не всегда говорят правду. Когда показывают вам что-то, я заметил, что Дух Святой редко вмешивается в жизни людей, пока они не будут отчаянно нуждаться в его помощи. Если вы боитесь, что он будет вмешиваться, не переживайте, не будет. Когда же вы будете в таком отчаянии, что скажете «Боже, если ты не поможешь мне, мне больше не к кому обратиться», вы удивитесь Божьему ответу. Можете не переживать, но я хочу призвать вас осознать личность Духа Святого и приветствовать Его. В Откровении 1 главе 10 стихе Иоанн говорит «Я был в Духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос». «Я был в Духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос». А после этого он делится удивительным откровением. В последнее время я много думал об этом. Когда я уделяю достаточно времени, пространства и тишины, чтобы побыть в Духе, знаю ли я, что это означает? Хочу ли я, чтобы это происходило со мной? Что я теряю? Какую помощь я теряю, не принимая того, что мне дает мой Бог? Я принял решение уделять время и место в своем мире и разуме, личности Духа Святого. Пророчества даны нам для того, чтобы помочь подготовиться к грядущим временам. Их суть — во взаимодействии с Духом Святым. Суть не в том, чтобы вести себя странно или делать нечто необычное. Суть в том, чтобы научиться слушать его подсказки в нашей жизни. Дух Святой обличает нас. Он показывает какой-то аспект нашего поведения, отношения или мысль, которая нам вредит, которая сдерживает нас. Если Дух Святой делает это в вашей жизни, не стыдитесь и не злитесь, но сотрудничайте. Когда Он показывает какой-то аспект вашей жизни, который нужно оставить, делайте это с благодарностью и радостью. Он готовит вас к грядущим переменам. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, мы хотим сотрудничать с тобой. Дух Святой, мы хотим прислушиваться к тебе и к твоим подсказкам. Мы хотим отказаться от всего, что ограничивает и мешает нам. Я благодарю тебя за то, что ты готовишь нас к вечности в твоем присутствии во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог обильно благословит вас. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном.